Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать динамику финансовых активов, составляющих основу нашего долгосрочного инвестиционного портфеля. Сразу предлагаю перейти к делу, к тому, что творится на рынке нефти. 64,49 это котировки, которые мы видим на данный момент. Учитывая то, что поддержка 65 долларов за баррель была пробита, и складываются ощущения, что нефтянка собралась гораздо ниже. Я бы не рекомендовал делать такие выводы, друзья, потому что, на мой взгляд, потенциал хода вверх еще сохраняется, и мы его сможем отработать в ближайшие дни. Вот, к примеру, сегодня у нас данные по запасам нефти США, которые традиционно выйдут в 17.30 по московскому времени. И на прошлой неделе мы могли еще раз убедиться в том, насколько важен этот релиз для локальных рыночных настроений, насколько мощной может быть либо поддержка, либо, к примеру, потенциальная распродажа углеводородов после выхода данного отчета. Напоминаю, что согласно прогнозам, запасы могут снизиться на 4,2 миллиона. И у таких ожиданий есть вполне логичное объяснение. Оно еще соотносится с темой тропического шторма в Мексиканском заливе, когда ряд нефтяных платформ приостановили свою работу, эвакуировали сотрудников. Мы признали тот факт, что сейчас стихийное бедствие, как форс-мажор для активности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе, уже позади. В принципе, работа восстанавливается, сотрудников возвращают на рабочие места, но до того, как снова удастся выйти на прежний показатель нефтедобычи, пройдет какое-то время. Поэтому сейчас логично, что если меньше нефти поступает на склады, меньше нефти перерабатывается, и больше, скажем, используется то сырье, которое ранее было накоплено. Вот отсюда и делаются выводы о том, что запасы нефти могут снизиться. Я абсолютно согласен с тем, что мы можем поставить на именно сценарий того, что запасы просядут, тем более, что накануне у нас вышел отчет от Американского института нефти, который также подтвердил снижение запасов. Правда, на чуть менее значительную цифру, минус 1,4 миллиона. Но все равно, наверное, важно здесь именно знак минуса. То есть запасы снижаются. И в связи с этим мы ставим на то, что официальные данные от Минэнерго также могут показать похожие результаты. Что касается агрессивных распродаж, которые случились накануне, их можно было бы связать еще и с китайской статистикой. Но, наверное, китайская статистика, я имею в виду, когда в начале этой недели мы получили данные по темпам экономического роста, которые позволили нам зафиксировать худшие темпы экономического роста для Поднебесной за последние 27 лет. Но еще один фактор, он связан с все-таки снижением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, поскольку госсекретарь США Майкл Помпео вчера сообщил о том, что Иран вроде бы как готов к переговорам. Уж не знаю, насколько это так, потому что эта новость совпала с новостью о том, что в Ормурском проливе был фактически прихвачен еще один танкер из Объединенных Арабских Эмират. И снова участником этого инцидента выступил Иран. Не отпускаем, друзья, еще тему ближневосточную, поскольку, думаю, что она еще аукнется, и мы к ней вернемся с точки зрения катализатора для роста. Вот когда четко будут подтверждены действия, опять же, и Ирана в отношении текущей ядерной сделки, когда Иран сам официально признает, что теперь они снижают объем обогащения урана и возвращаются к необходимости соблюдения условий ядерной сделки. Вот тогда посмотрим, стоит ли нам еще цепляться за тему Ближнего Востока. Пока что, на мой взгляд, фон остается все-таки больше поддерживающим, а значит, идеи, о которых я рассказывал ранее, идеи роста выше 68 и в район 70, они сохраняют свою актуальность. Доллар иена 108.18. Выступление Паула вчера не принесло на рынок ничего нового. Мы, в принципе, уже знаем, что ждать от Федрезерва, потому что очень насыщенная была прошлая неделя, когда Паул выступал в Конгрессе перед Палатой представителей и Банковским Сенатом. Сейчас вопросов к нему уже не осталось, все, что нужно было, он обозначил. План действий ясен. Мы просто ждем, друзья, снижения процентной ставки в конце этого месяца. Роничные продажи вчера оказались все лучше, чем ожидали участники рынка, против прогноза 0.1, реальный показатель 0.4. Это почему-то снова снизило вероятность того, что американский регулятор будет действовать в плане агрессивно на смягчение экономической политики в ближайшие две недели. Но повторюсь, что решение это уже принято. Поэтому смиритесь с тем, что шаг по снижению ставки неизбежен. И на эти отчеты мы не обращаем сейчас никакого внимания, потому что такую рекомендацию нам дал, собственно, сам Джером Паул. Отметил, что единичный релиз, он не ломает тренд, к сожалению, негативный, который накопился за последние полгода. Евро против доллара 1.12.14. После выхода вчерашних данных по бизнес-оптимизму, оценки экономических условий, экономические перспективы еще больше усугубились для валютного блока. По цифрам, наверное, не важно, чтобы не забивать вам голову, но от бизнес-оптимизма чуть ли не минимум за последние лета 7. Если вам интересно, можете сами покопаться в статистике. Но, в сути дела, здесь меняет. Очевидно, что статистика очень и очень плохая. Сегодня в 12.00 данные по инфляции. Я ожидаю, что индекс потребительских цен базового значения снова снизится. И, пожалуйста, еще один аргумент в пользу того, что Европейский центральный банк, пресс-конференция, кстати, и заседание состоится уже на следующей неделе, может порадовать нас конкретикой по следующим действиям в плане экономического стимулирования. Пара уже который раз евро-доллар тестирует поддержку 1.12. Пять раз, признаю, за последние два месяца мы это уже наблюдали, но этот уровень держался. Но ведь запаса прочности, скажем, покупателей, которые перехватывают инициативу, у него есть свои пределы. И поскольку этот уровень подвергается постоянному натиску со стороны продавцов, это уже, друзья, не просто так. Они бьются за то, чтобы оказаться ниже, потому что понимают, что фон новостной он способствует только этому. В общем, ждем, как и раньше, 1.10, 1.11 и ни в коем случае не покупаем евро. Доллар канадец 1.3069. В частности, сегодня важный день для канадца, потому что в 15.30 выйдут данные по инфляции, по прогнозу. Очень сильный показатель нас ждет. Соответственно, если ожидания участников рынка оправдаются, то сегодня канадец снова предпримет попытку укрепления и пробоя поддержки 1.30. Но пока что мы отошли от этой планки благодаря снижению цен на нефть. И, в принципе, это хорошо. Плохо, что нефть снизилась. Но хорошо то, что мы удержались выше уровня 1.30, потому что пока эта планка стоит, мы сохраняем длинные позиции. Если сегодня в случае выхода сильных данных по инфляции мы увидим то, что канадец не сможет пробиться ниже этого рубежа, тогда, наверное, можно будет уже порассуждать на тему того, а удастся ли вообще пройти ниже. Держим длинные позиции. Австралиец пока без изменений, ну, точнее, мы снизились снова к поддержке 0.70 со локального максимума, который был на пунктах 30.40 повыше. Я думаю, что вопрос закрепления ниже – это вопрос ближайшего времени. Фунт против доллара протестировали мы минимум с 2017 года. 1.2395, по-моему, минимум был. Сейчас 1.2418. Участники рынка отреагировали агрессивными распродажами на комментарии Еврокомиссии, которые предпочли исключить вообще любую возможность рассмотрения сценария отмены так называемого бэкстопа. Это еще поддерживало надежду участников рынка на то, что в ближайшие недели удастся вернуться к вопросу обсуждения выхода Англии из состава ЕС на условиях мягкого Брэкзита. Но, судя по всему, как бы кулуарно становится очевидно, что Евросовет, несмотря на то, что они не заявляли бы в средствах массовой информации, но уже поставили крест на Англии. И ждет нас, друзья, тот самый жесткий Брэкзит, о котором я уже не раз говорил, способный отправить фунт в район паритета. И еще пару слов про биткоин, который еще неделю назад претендовал на закрепление выше локального максимума 14 тысяч, сегодня уже котируется ниже. 10 тысяч, 9 тысяч 440 долларов дают за одну единицу, скажем так, родоначальника всей криптоиндустрии. Настроения очень сильно испортились после того, как Стивен Мнучин, отвечающий за Министерство финансов США, от лица собственного ведомства и от администрации американского президента, я думаю, что Трампа лично, также подверг критике снова цифровую индустрию, отметив, что очень сильно беспокоит их ситуация, касающаяся и связанная с энтузиазмом вокруг роста биткоина и запуска проекта Фейсбука с их собственной криптоединицей Libra. Кстати, эти комментарии прозвучали буквально за день до выступления в Сенате одного из представителей Фейсбука по этой валюте. И вчера, конечно же, все трейдерское сообщество, которое спекулирует и биткоином, очень сильно напряглось, когда состоялось слушание в Конгрессе. Сегодня мы отчасти уже подводим итоги, но поскольку биткоин все-таки не смог закрепиться выше 12 тысяч, а ушел ниже 10, нужно делать выводы о том, что слушание прошло больше в негативных тонах, потому что снова было задано очень много вопросов представителей Фейсбука, уже с учетом того, что они хотят приобщиться к криптоиндустрии относительно защиты персональных данных. Непонятные ответы, которые заставили Сенат пока усомниться в том, чтобы давать зеленый свет Libra. А ранее именно этот проект поддерживал энтузиазм в отношении биткоина, потому что считали, что с притоком на рынок средств от новых участников определенной части денежных вливаний достанется биткоину. Сейчас это уже, как вы понимаете, друзья, под определенным вопросом, я бы не сказал, что под большим, возможно, у Libra все сложится нормально, и этот проект обретет свою жизнь, но на текущий момент котировки биткоина явно доказывают, что негатив на рынке преобладает. Я думаю, что такими стараниями курс битка может снизиться еще значительнее. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.